Доброе утро! Что можете сказать, вот конкретно, Игорь Владимирович, к вам обращаюсь, все-таки команда для вас новая, какие планы у вас строятся, что думаете, что прогнозируете? Я хотел бы поздравить, я надеюсь, всех и горчан, потому что я знаю, что у нас очень спортивный регион, и я надеюсь увидеть завтра много зрителей на матче. И я надеюсь, что будет на что посмотреть, потому что ребята очень серьезно готовились, очень ответственно, с большим энтузиазмом, проделана просто огромная, может быть даже фантастически огромная для многих хоккеистов работа. Мы приняли участие в двух турнирах и с разной степенью успеха, но тем не менее я считаю, что команда готова к завтрашнему поединку и вообще к всему сезону, который нам предстоит, и мы выступим достойно. И план у нас один, это попасть в плей-офф на первом этапе, и я думаю, что такие планы у всех оставшихся наших соперников, все хотят попасть в плей-офф сейчас. И надеемся, что вы успешно туда попадете? Мы очень на это надеемся, верим и будем все для этого делать. Вот недавно завершился турнир «Мемориал Блинова». Да. Вот после этого турнира, он, так сказать, был обкаточный для вас и для команды, вы сходились, как-то примерялись друг к другу, смотрели. Что после этого турнира удалось вынести, быть для себя, команда для себя? Очень хорошо объяснили процесс. Мы действительно пытались найти какие-то нюансы в игре, потому что смысл подготовки, он на самом деле всегда отражается в деталях. Мы пытались отрепетировать игру в числем неравенстве, в меньшинстве, мы смотрели, какие самые оптимальные сочетания, потому что это уже как бы была наша генеральная репетиция, вот эти четыре проведенных матча. Поэтому нам результат не столько был важен, сколько именно качество игры. И мы увидели там в матче против Омска второй и третий период, который, в принципе, по самоотдаче, по правильному выстроению тактического рисунка был очень интересным. Мы сыграли облегченным, можно так сказать, составом против Бориса, где мы дали отдохнуть первому и второму звену и увидели нашу молодежь, которая готова, в принципе, сражаться. Мы помним о том, что эти команды, названные мной и Омск, и Борис, они были участниками плей-офф в предыдущем чемпионате, поэтому это достойный был соперник. В разных матчах по-разному. Наиболее, наверное, интересен был последний матч против автомобилиста. Мы знаем, какой серьезный подход был у автомобилиста в этом сезоне. Команда приехала с семью там звеньями, и достаточно сильные игроки, в том числе и Зенхэл, принимали участие в этом матче, и наши парни очень достойно сражались. Играли очень прилично, просто практически вот тот хоккей, который хотелось бы увидеть на протяжении всего сезона в первом периоде. Много волевых усилий проявили во втором периоде, и после двух периодов мы выигрывали 3-2. Но вот эти вот мелкие ошибки, над которыми нам еще следует, видимо, не столько даже поработать, сколько обратить внимание и сконцентрироваться, потому что всем известно, что в хоккее мелочи, они определяют результат в конечном итоге. Вот к слову, об ошибках. Вот после игры с Амуром вы сказали, если процитировать, нас по-прежнему подводят ненужные удаления, особенно в зоне атаки, когда мы пытаемся выровнять игру. Я не могу сказать, что это проблема, но это явно недоработка игроков, неумение отбирать шайбу на бортах. На бортах? Да. Настораживает меня всего 4 заброшенные шайбы в трех матчах. Мы совершенно не умеем забивать. Это даже хуже, чем мы проигрываем матчи. Как решать эту проблему? Ну, мы, во-первых, очень много показываем ребятам те моменты, которые мы думаем, мы тренеры считаем, нужно усиливать. Это постоянно теоретическая работа, мы об этом говорим постоянно. Мы обращаем на это внимание на собраниях. Очень приятно, что и наши лидеры команды поддерживают эту точку зрения и пытаются своими методами навести порядок в этом смысле в команде. Потому что, на самом деле, удаление игроков команды в зоне соперника, оно действительно говорит о недостаточной дисциплине в команде. Я думаю, что здесь фактором еще является это чрезмерное желание хоккеистов проявить себя. То, что они не умеют подкатываться, так научим потихонечку. А с забиванием, да, у нас на самом деле проблема. Потому что в течение всего подготовительного периода, там, две шайбы в среднем за игру, это явно недостаточно для того, чтобы побеждать. Но, с другой стороны, статистика показывает, если команда пропускает две шайбы, то это, как минимум, нечаянный результат. Хотя и он нас не устраивает. Только Юград, только победа, как говорится. Очень красивый слоган. Игорь Владимирович, а можно вопрос такой? Вы все-таки больше дипломат или такой более жесткий тренер? Как вы с командой общаетесь? С командой я общаюсь на русском языке, несмотря на то, что у нас есть иностранцы. И мне очень важно, чтобы хоккеисты понимали, что я от них требую, что в принципе от них требуется. Поэтому стили разные, эмоции разные. Все зависит от того, насколько успешно и эффективно игроки выполняют задания. Мария, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста. А то у вас так немножко как-то забыли и разговаривали о игроках. А что ждет болельщиков, которые придут на первую игру? 22 числа завтра. Да. Советуем прийти, но как минимум за полчаса пораньше, потому что матч-открытие – это всегда уникальное событие. Готовятся абсолютно все службы, не только спортивные составляющие, но и маркетинга абсолютно все. Мы подготовили обширную программу, пригласили артистов из Сургута, потому что Америку не открою, в Ханты-Мансийске не так много и все и неизвестны. Поэтому я думаю, что это событие нельзя пропустить. И кроме того, мы запланировали еще пиротехническое шоу «Случай победы». Поэтому здесь зависит от вас. Я думаю, мы обязательно его увидим. Будет победа, будет пиротехническое шоу. Увидят весь Ханты-Мансийск. Весь Ханты-Мансийск? Ого себе. Может быть, медведи даже сбегутся на это зрелище посмотреть. Медведи не нужно. Не нужно, да? Скажите, пожалуйста, у вас сейчас прям есть прекрасная возможность позвать всех старых болельщиков или приобрести новых, позвать их на завтрашний матч. Во сколько, когда, куда, кому быть, с какой атрибутикой? Кстати, болельщики, которые придут в хоккейных свитерах нашего клуба, еще получат скидку на билеты. А шапка? У меня есть шапка. Это считается? И шапочка, и шарфик. То есть шапка и шарфик, да? Хорошо, мы будем иметь в виду. Только тогда. Когда, куда, где быть, с чем? Завтра, 22 августа. Вторник. Вторник. Прийти пораньше, как я уже говорила. Где-нибудь, ну, 18.30. Включаемся на арене «Угра», потому что мероприятия начнутся уже в холле-арене. Начнутся на льду. Ну, и прекрасное будет шоу с гостями сургутом, световое, лазерное. Ух, это нельзя попустить. Как вы хорошо рассказываете, как замечательно. Уже прямо сейчас хочется посмотреть. Благодарим вас. Желаем вам только побед. Неважно, маркетинг или хоккей. Самое главное, хоккей. Мы надеемся на вас. И больше красивых голов. Благодарим вас. Спасибо. Увидимся через несколько минут. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok